Я бы не рассматривал духовное здоровье отдельно от понятия здоровья вообще. Очень сложно иметь гармоничную и счастливую жизнь, даже пребывая в благостном расположении Духа, если у тебя болит зуб. И очень часто приходится наблюдать, даже если взять очень сильного и красивого человека, но который испытывает определённый дискомфорт и нужду, он теряет свою силу и красоту в этот момент. Всё вступает на второй план. Поэтому рассматривать духовное здоровье отдельно от здоровья вообще человека целиком в комплексе я бы не стал. Что такое? У нас изначально немножко такое представление о нашем организме, о нашем теле, немножко далёкое от действительности. Мы не хотим воспринимать вещи такими, какими они есть на самом деле. Если сравнить, допустим, это с звуком или светом, существует определённый звук, который мы не можем слышать. Это определённые колебания. Я не знаю как. Я не хочу сейчас физику, механику возникновения звуковых волн, но вот мы не слышим, не слышим, не слышим, а потом потихонечку мы начинаем слышать, 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 потом мы нормально слышим, потом мы слышим прекрасно, а потом опять не слышим, не слышим, не слышим. То есть есть определённые звуки, есть определённое состояние, часть из них, которые мы воспринимаем. А то, что до этого и то, что после этого, оно для нас не существует. Но оно есть. То же самое есть вещи, которые мы видим, и есть вещи, которые мы не видим. Но они есть. Мы не можем видеть радиацию, мы не можем видеть волны от мобильных телефонов, мы не можем видеть ничего, но оно есть. Если мы посмотрим вокруг себя, то никакой пустоты нет. Всё заполнено. Всё заполнено, невидимое, мы не слышим. Это целый мир, который происходит. И когда мы говорим о духовном здоровье, оно напрямую связано с телесным. Наше тело, на самом деле, очень тонкое в самом начале, там, где мы не видим. Потом на каком-то участке оно то, что мы видим, а дальше оно потом опять тонкое. То есть наше тело — это не только то, что мы видим. Наше тело — это ещё то, что мы чувствуем. Наше тело — это ещё то, что мы мыслим. И эти тела настолько объективны, очень многие подвергают их существованию сомнению. Почему мы тогда страдаем? Если казалось бы, у нас всё в порядке с физическим телом, но мы страдаем, почему мы любим, почему для нас так важны эмоции? Если этого всего не существует, его бы не было, ведь оно есть. Есть такие вещи, которые нельзя потрогать руками. Такие как красота, любовь, истинность, справедливость, все чувства и понятия, которые нам нужны. Но скажи, что они не существуют. Они существуют. И они очень важны. В какие-то моменты они даже для нас более важны. В наше физическое тело. Но одно без другого невозможно. Я считаю, чтобы сохранить и восстановить духовное здоровье, человек, нужно вернуться к самому себе. Нужно смотреть на это всё в комплексе. Это, понимаешь, это настолько благородное, настолько правильное и полезное дело восстановление своего душевного здоровья, что недооценить это просто невозможно. И, понимаешь, зачастую, зачастую, в тот момент, когда мы принимаем то или иное решение в своей жизни, наше физическое здоровье, оно на втором плане. Мы решаем нашим душой, нашим сердцем. Поэтому, когда нарушается наше физическое здоровье, когда что-то происходит неестественно, не так, как ему предопределено природой, когда нарушается естественный ход событий и вещей, когда ломаются природой, духовным миром установлены законы для существования организма, нашего духовного тела, когда что-то происходит не так, мы начинаем болеть. Значит, мы должны, что мы должны сделать? Как и в болезни физического тела. Никакой разницы нет. Не надо думать, что что-то нужно делать по-другому. Что нужно сделать в первую очередь? Ведь те женщины, если они настоящие женщины, они очень чисто плотные. Для них чистота очень важна. Значит, мы всегда умываем своё физическое тело. Мы следим за ним, чтобы оно было чистенькое, чтобы оно… Не просто берём и брызгаем сверху какие-то лосьоны, одеколоны. Мы должны омыть себя. То же самое и с духовным телом. Как часто мы чистим своё духовное тело? Мы вообще забываем о нём. Мы плюнули на него. Давно оно для нас как бы не существует. Мы загрязняем себя самыми ненужными мыслями, самыми ненужными эмоциями, самыми ненужными чувствами и переживаниями. Мы творим такое со своим духовным телом. Мы вообще не помним о нём. Многие вообще забывают. И оно бедненькое волочёт на себе весь этот мусор. Всю эту грязь, оно подавлено, оно поломано, оно уничтожено. Нашим неправильным отношением. И окружающий нас мир, он тоже полон того, что нам не нужно. Мы тоже должны, как мы должны стать избирательными в том, что мы вводим соприкосновения со своим организмом, то, что мы допускаем внутрь себя, мы даем допуск телу. На самом деле, почему раньше говорили, еда — это святое. И это было правильное отношение. Это тоже, как, я бы сказал, это ничем не отличается. Интимная жизнь человека, это называется словом «секс». Ну, вообще, это совершенно разные понятия, но тем не менее, обозначим, чтобы сейчас особенно не вдаваться в это. Ничем не отличается от духовной жизни. Если человек говорит, я всеяден, и этим хвастается, это всё равно, что женщина скажет, а я сплю со всеми подряд. И будет этим хвастаться. Это всё контакт энергии. Это на самом деле очень интересно и очень необходимо об этом знать. Мы приходим в соприкосновение с определённой энергией внутрь себя, а это уже подтверждают все. Все, вообще все. Нет ни одного научного работника, который тебе скажет обратно. Всё вокруг — это энергия. Видимый мир — это энергия. Мы в соприкосновение с своим телом входим в контакт с какой-то энергией. Делаем это бездумно. Если это энергия мёртвого животного, не удивляйся, что в какой-то момент твой духовный мир тоже будет страдать. Ты вместе с этим берёшь и ту невидимую часть, которая есть. Она будет витать вокруг его организма ещё какое-то время после его смерти. Ты допускаешь это внутрь. Если это похабное, ненужное, грубое, грязное, которое льётся на нас из экранов телевизора, ты допускаешь это внутрь себя, не удивляйся, что ты будешь страдать. Почему нас так коробит от грубого слова? Почему нас так радует и лечит доброе, хорошее отношение близких людей? Потому что всё это важно. И всё это важно. Люди, которые погибают на войне, ценой своей жизни спасая флаг государства, они гибнут не из-за кусок тряпки. Это нечто большее. Фотография близких людей, которая греет человека в самые тяжёлые моменты его жизни, даже воспоминания, мысли для них, это не кусок бумаги. Это целый мир. И это всё очень важно. Если мы этот мир сознательно уничтожаем или бессознательно, не нужно думать, что наша жизнь при этом не претерпит никаких изменений на других планах. Очень часто корень болезни тела лежит в духе. Очень часто. Очень часто болезни духа отражаются в теле. Это всё взаимосвязано. Я не первый и не сотый, кто сказал, что в здоровом теле здоровый дух. Но мы это знаешь, как происходило. В здоровом теле здоровый дух. Это сказал кто? Да нет, это не кто-то сказал. Это формула. Это формула здоровья, это формула счастья. Потому что у нас есть базовый инстинкт. Инстинкты самые простые. Кушать, это размножаться, пить. И самый главный инстинкт — это жить. Это самый главный инстинкт. Но заметьте, если человек находится в подавленном состоянии, в состоянии глубокого стресса или депрессии, оно отражается даже на самых базовых инстинктах. Человек может не есть, не пить. Абсолютно здоровый человек, вроде бы, физически. Но находящийся под влиянием сильнейшего стресса может расстаться с самым главным инстинктом — жизнь. Может закончить жизнь самоубийством. Вот насколько это важно. Это очень важно. И это очень высокий мир. Безусловно, безусловно важно это здоровье сохранить. И начать надо именно с того же, с чего мы и начинаем, с нашим физическим телом. Нужно разобраться честно, что же происходит с тобой. Нужно сесть и посмотреть, что у тебя болит. Нужно сесть и честно понять причин. Но это тоже, можно в этом очень глубоко и долго разбираться, но не суть. Понимаешь, спасительным моментом в этом всём является, что лечение всегда просто. Очищение. Что в одном, что в другом случае. Очищение и здравый, осознанный образ жизни. И поверь мне, как в те, в котором скрыт вот эти старые, 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 ненужные нам запасы, проявляются причины наших болезней, эти токсины и всё остальное, при выходе своём дают нам три. Нам будет очень тяжело. Так и наш ум, он спрятал глубоко внутри, там. Он не хочет возвращаться к этому. Но нам придётся через это всё пройти. Это тоже процесс. Но если он будет идти параллельно, понимаешь, в какой-то момент ты посмотришь на мир другими глазами. Это будут не просто твои физические глаза, это будет вообще другой мир. Это будет новая жизнь. Я считаю, что не надо делать никакой разницы. Рецепт тот же. Очищение. Но и в том, и в другом случае. Возвращение к нормальному природному циклу. А вот какой он нормальный природный? Вот это, конечно, да. Тут нам очень мало дают информации. Очень мало. И 90% того, что мы знаем об этом, это, конечно, не что иное. Тщательно навязывая нам. Ну, с определённой целью представления. Поэтому тут, конечно, очень необходимо. Я, знаешь, вот говорят, это помощь специалиста, знающего человека. Это не то. Я даже не так бы это назвал. Тут необходимо участие. Вот. Тут необходимо участие искреннее. Потому что это очень тонкий мир. Искреннее того, кто будет сопереживать с тобой, твоё состояние. И поможет тебе. Участие и помощь. Вот что необходимо. Безусловно. Безусловно. Это очень важно. Потому что иногда человеку тяжело справиться с этим самому. И это нормально. Потому что это тяжёлое состояние. Тяжёлое. Если человек сам не может справиться с гепатитом, сам не может справиться с каким-то физическим вещем, обвинять его в этом нельзя. Почему мы думаем, что с духовным миром всё прочее? Иногда нам действительно нужна помощь. И нужно за ней обращаться. Но как неправильный врач или специалист может искалечить тебя, используя неправильные, ненужные абсолютно методы лечения, так и в этом случае. Только здесь ещё более тонко. Поэтому нужно быть очень осознанным, очень аккуратным и научиться доверять себе, чувствовать своё сердце. Верить себе, верить своей интуиции. Если ты чувствуешь, что с тобой что-то не так, ты хотел бы что-то изменить, нужно менять. Потому что тот прекрасный новый мир, который всегда был и был скрыт от тебя, пеленой вот этих страшных, я считаю, этих страшных, мы проживаем чужую жизнь. Понимаешь, я когда-то столкнулся с таким интересным выражением, оно осталось со мной на всю жизнь. и там было сказано, что люди на самом деле не боятся смерти. Люди боятся непрожитой жизни. Приходит, понимаешь, приходит время, а человек и не жил. Он вспоминает, он не хочет уходить не потому, потому что он хочет жить, а потому что он вообще ничего не сделал из того, что ему было предназначено. Беда большинства людей в том, что мы думаем, что у нас есть время. А его нет. Оно есть только сейчас. Через секунду то, что было, оно уже ушло. И бессмысленно об этом думать. Поэтому это очень важный шаг и начинать нужно немедленно. Вот такое моё понимание этого вопроса. Быть до выхода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова